Друзья, каким бы делом вы ни занимались, всегда полезно посмотреть назад, посмотреть на предшественников и взять все лучшее, что было у них для вашей работы. И если говорить о российской фотожурналистике, о советской фотожурналистике, то нельзя обойти вниманием такую фигуру, как Владимир Юрьевич Вяткин. С 1983 года Владимир Вяткин преподает фотожурналистику в Московском государственном университете. Также он ведет занятия по неопикториаризму, о котором будет сказано далее. За годы Владимир Юрьевич подготовил тысячи фотокорреспондентов. «Не хочу хвалиться, но, по-моему, в Москве половина фотографов и фотожурналистов училась у меня», — говорит в интервью Владимир Юрьевич Вяткин. Среди его учеников — Дмитрий Астахов, личный фотограф Дмитрия Медведева, Василий Шапошников, фотокорреспондент издательского дома «Коммерсанты», Сергей Шахиджанян, фоторедактор, фотокорреспондент «Итартас», Александр Тегныри-Дно, фотокорреспондент газеты «Известия», Василий Прудников, создатель культурного проекта «Русспрессфото», Александр Степаненко, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России, Вячеслав Прокофьев, фотокорреспондент «ТАСС», Дмитрий Линников, фотограф-предподаватель Московского госуниверситета, Алексей Кошелев, театральный фотограф, Владимир Ильич Ленин, обращаясь к коммунистической молодежи 2 октября 1920 года, сказал, что коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Поэтому следует обращаться к наследию тех, кто уже внес нечто в копилку человеческой культуры, и я в своей деятельности в том числе часто обращался к наследию Владимира Юрьевича Вяткина. В моих съемках я старался использовать его приемы, повторять какие-то элементы его знаменитых кадров. Сегодня Владимир Юрьевич Вяткин – шестикратный лауреат международного фотоконкурса «World Press Photo». Трижды он был членом международного жюри этого конкурса. Лауреат и призер многих международных фотовыставок и конкурсов в США, Китае, Японии, Швейцарии, Франции, даже в Ираке. Не говоря уже о российских выставках и регалиях. Он снимал практически все, что интересно большинству фотошурналистов, в том числе и мне. Войны, перевороты, концерты, спорт, подготовку и выступление артистов, жизнь маргинализированных слоев общества, в том числе заключенных, повседневную жизнь. Но этого мало. Он снимал так же, как, вероятнее всего, попробовал бы снять и я. То есть и на меня, и на многих других фотошурналистов Владимир Вяткин повлиял своим стилем, повлиял свои фотографии. Мне близок взгляд этого автора на фотографию вообще и фотожурналистику в частности. И давайте попробуем разобраться, в чем суть этого взгляда. Владимир Юрьевич Вяткин родился в 1959 году в Москве. Он сын медицинской сестры, инвалида Великой Отечественной войны, учился в детской школе-интернате. Эти биографические обстоятельства, а также освоенные ими еще во время школьного обучения живописи и музыка, будут влиять и на фотографию всю последующую жизнь. Военные, инвалиды, врачи, воспитанники закрытых учреждений, также люди творческие станут героями работ Владимира Юрьевича Вяткина. Не поступив на искусствоведа, в горячем для мира 1968 году Владимир Вяткин устраивается работать в фотолабораторию агентства печати новости, ныне РИА Новости. Прежде равнодушный к фотографии, здесь Владимир Юрьевич осознал, что фотография – это инструмент для совмещения романтизированных детских мечтаний о карьере моряка, врача, историка, географа и способа выражать себя посредством символического высказывания в визуальных образах. «Я убедился, что в одной профессии может быть все», – говорит Владимир Вяткин в своих интервью. «Эпоха становления Владимира Юрьевича как фотографа пришлась на вспыхнувшие надежды у человечества на дальнейшее освобождение от диктатуры капитала. Кубинская революция, студенческие волнения по всей Европе и захват революционной молодежью Парижа в 1968 году. Движение фронт Красной Армии, РАФ, красные бригады в Италии, трудовое движение в Англии, антивоенное движение вплоть до марша на Вашингтон в Соединенных Штатах Америки, мировое движение за права человека, движение за права чернокожих в Соединенных Штатах тех же, крушение последних крупных колониальных владений. С другой стороны, Владимир увидел, как империализм мутирует, подстраивается под обстоятельства, разрушает все надежды, как колониализм сменяется не менее жестокой экономической эксплуатацией, как молодежное и рабочее движение было раздроблено и частично подкуплено, а частично уничтожено физически, как переродившееся советское руководство начало встраиваться в систему мирового империализма, сдавая целые регионы и таких лидеров, как Эрнеста Чагевара, как советские танки вступают в города Чехословакии. Тогда еще молодой Владимир Вяткин не знал, что станет свидетелем такого же вступления танков в Москву в октябре 1993 года. С 1971 по 1973 год Владимир Вяткин служил в 5-й роте 406-го полка легендарной Таманской дивизии Вооруженных сил Советского Союза. Там, кстати, и был сделан снимок военнослужащего советской армии Владимира Кусерова, прославивший Вяткина. Отслужив, Владимир Юрьевич вернулся в агентство, где проработал фотокорреспондентом до 2010-х годов. В новой информационной политике не нашлось места фотографу, снимавшему практически все наиболее острые события на территории России за последние полвека. В человеке есть два самых больших недостатка. Это жадность и зависть. И вровень с ними идут еще два слова. Власть и деньги. Поэтому человека испытывают власть и деньги. И он меняется. Такую критику фоторепортер пронесет через всю свою карьеру. Что не впишется, видимо, в новый формат агентства «Россия сегодня». В общей сложности за свою жизнь Владимир Юрьевич два года работал в Арктике для National Geographic. Снимал на 11 войнах. 28 раз выезжал на Чеченскую войну. Ключевой фотографией, от которой можно отчитывать известность Владимира Юрьевича Вяткина, стал снимок сослуживца, сделанный во время службы в Советской армии. Он попал на страницы западной прессы. Коллега Вяткина, Борис Кауфман, в 1976 году под свою ответственность взял снимок солдат на выставку в Лондон. Хоть изначально эта фотография и не была согласована из-за неуставной внешности изображенного на ней Владимира Кусерова. Фотография Вяткина пришлась ко времени. Наиболее богатые и развитые капиталистические страны нуждались в дешевых ресурсах, которыми, несмотря на внешнюю идеологическую конфронтацию, стал торговать Советский Союз. Поэтому снимок с надписью «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать», попал даже на первую полосу газеты Daily Mail. Герой снимка был цирковым артистом до армии и продолжил выступать после. Но Владимир Вяткин позже узнал, что молодой человек трагически погиб во время выступления в Чили. Этот травматический опыт еще раз убедил Владимира Юрьевича в важности документального портрета. Позже это будет прослеживаться во многих сериях фотографа, в особенности в военных. Давайте посмотрим знаменитейшие работы Владимира Юрьевича Вяткина, попавшие на конкурс World Press Photo. Фотография 1980 года «Телохранитель. Афганистан». 1982 год. «За кулисами большого балета. Москва». Серия с 1980 по 1985. «Добрые руки доктора Немсадзе. Москва». 1988 год. «Красный флаг на Красной площади». 2000 год. «Серия о Чеченской войне. Ночной обстрел». 2003 год. «Девушки, рыбы и птицы». «Серия о российской команде по синхронному плаванию». 2007 год. «101 день рождения». На фотографии основателя ансамбля народного танца СССР, легендарный балетмейстер Игорь Моисеев «Дома с женой Ириной». В творческом и профессиональном пути Владимира Юрьевича можно выделить ряд направлений и периодов. С 1968 года, как мы и сказали ранее, он работает в агентстве печати новости. Позднесоветскую футожурналистику можно условно разделить на два периода. До 1986 года, когда еще существовала идеологическая установка на сохранение советского строя, хоть в его обуржуазившемся виде. А значит, в системе, как говорилось, есть недостатки, но нужно работать над их устранением. Это путь, по которому, как мы видели, пошел Китай. И с 1986 года был взят курс на демонтаж достижений социалистической революции, поэтому репортажи делались чем чернушнее, тем лучше. И поэтому, например, репортажи Владимира Вяткина о медицине или театре попадали на международный конкурс с небольшой задержкой всего в год. А вот фотография из Афганистана, которая была сделана ранее тех снимков, попала на фотоконкурс только через пять лет, когда сменился вектор фотожурналистики советской. В 90-е годы Владимир Юрьевич, помимо войн и потрясений, снимал из звезд шоу-бизнеса. Но автор утверждает, что не гордится этими снимками. Они кажутся ему неискренними на фоне происходивших тогда ужасов в стране. Владимир Вяткин в этот период настоящую честную жизнь, честные человеческие отношения видит на войне. К съемкам артистов, как мы видим из публикации World Press Photo, фотограф вернется только в конце относительно стабильных и сытых 2000-х годов, когда это не будет вступать в конфликт с действительностью. Важной работой этого периода Владимир Вяткин считает съемку крупных психологических портретов поколения шестидесятников на похоронах Василия Павловича Аксенова. Другой стороной этой эпохи станет работа над сериями портретов знаменитых дирижеров во время концерта. Владимир Юрьевич таким образом вернется к реализации своей юношеской любви к музыке, которую он проносит через всю свою жизнь. Но это будет стоить тонко чувствующему фотографу здоровья. Во время съемки «Вагнеровской валькирии» дирижера Кента Нагану Владимира Юрьевича случится инсульт. Над своими сериями Владимир Вяткин может работать годы и даже десятки лет. Он считает основным инструментом фотографа, и мы можем это почерпнуть для себя, тщательный отбор лучших работ. Так, по мнению Вяткина, одна действительно хорошая фотография в год – это уже успех, это очень хорошо. Сам фотограф, помимо репортажа, в который он привносит идеи и из живописи, музыки и литературы, любит снимать портреты и цветы в жанре неопикториализма. Очевидно, что человек, пытавшийся неоднократно поступить на искусствоведа, много лет занимавшийся музыкой и живописью, впитал в себя все лучшее из человеческой культуры. Но есть наиболее очевидные школы, которые могли повлиять на Владимира Вяткина. Сам он утверждает, что искусство – это прежде всего искусство обмана. В литературе, музыке, живописи он ценит недосказанность, символизм – все то, что заставляет зрителя, слушателя, читателя думать. В истории искусства не всегда правильно утверждать, что тот или иной автор непосредственно повлиял на другого. Часто ситуация сложнее. Авторы могут расти из общих культурных предпосылок, из одного наследия. Поэтому точнее говорить о следовании той или иной традиции. Так Владимир Вяткин наследует пикториализм, движению конца XIX – первой половины XX века, которая стремилась буквально приблизить фотографию к живописи. Фотографы использовали мягкую оптику, специальные приемы печати и обработки отпечатков. Непосредственно добавляли в снимок мазки краски. В свою очередь пикториализм наследует импрессионизму, неоромантизму и живописи прерафаэлитов. Помимо пикториализма, говоря о синтезе изображения и музыки, нельзя не вспомнить экспрессиониста, стоявшего у истоков авангарда, Василия Кандинского, создавшего целую теорию живописной передачи музыки. В творческом плане Владимир Вяткин также ориентируется на таких режиссеров, как Вуди Аллен, Клод Лелуш, Анжи Вайда, композитора Кшиштова Пендерецкого, портрет которого он сделал. Также Вяткину был интересен Дэвид Линч, которого он также портретировал. В своей журналистике Владимир Юрьевич ориентировался на Леонида Золотаревского, Александра Каверзнева, телевизионщиков, работавших с ним в Афганистане. В детстве же Владимир познакомился с выставкой фотопортретов советского корреспондента ТАСС Василия Алексеевича Малышева, кому, возможно, в начале своего творческого пути и следовал. Но в кино или на телевидение Владимир Юрьевич не пошел, потому что считал эти виды деятельности коллективными, когда ему была ближе роль мастера, творца, создающего нечто индивидуальное. Как мы и говорили, Владимир Вяткин – основатель направления неопикториализм фотографии. Он использует современные приемы создания фотоизображений, максимально приближенных по ощущениям от просмотра к живописным. Но элементы неопикториализма прослеживаются практически во всем творческом пути Владимира Юрьевича. Дело в том, что он имел смелость видеть человечность и искусство даже в самой мрачной обстановке, даже в войне или в тюрьмах. Он практически одновременно с такими авторами, как Пауло Пеллигрин, стал отходить от канонов классической, резкой и абсолютно понятной репортажной фотографии, к передаче ощущения от происходящего, к недосказанности, к эмоциональному воздействию, к субъективности взгляда фотографа. Владимир Вяткин – очень упорный и работоспособный человек. Ему ничто не давалось легко. В учебное заведение он поступал целых 21 раз. Работал, учился одновременно. Позже преподавал, работал и занимался творчеством. Владимиру Юрьевичу, который не считает себя военным фотографом, приходилось все-таки как-то работать на войне, как-то с его художественным взглядом на мир передавать ее реалии. Сам он считает, что в подобных ситуациях нужно просто сосредоточиться на работе и хорошо делать то, что умеешь. При этом Владимир Вяткин – гуманист. Он утверждает, что «Война – это страшно. Жалко и детей, и стариков, и солдат. Жалко людей. Нельзя ехать на войну, не уважая хотя бы понятие «человек», «общество». То есть желательно для фотографа, для фото-журналиста, да и для любого журналиста все-таки людей любить. Фотографии для Владимира Вяткина – это способ рассказывать истории. Фотографии – это искусство воспоминания, говорит Вяткин в своих интервью. Владимир Юрьевич в своих работах часто пытается остановить время, сохранить своих героев в вечности, как Владимира Кусерова, например. Через своих героев фотограф познает мир. Через дирижерский и человеческий диапазон Кент Нагана постарался передать логику мышления композитора Вагнера, рассказывает Владимир Вяткин о своей серии, на которой он получил инсульт. Важной задачей современного фотографа Владимир Юрьевич считает найти тему, так как за 180 лет со дня изобретения фотографии в жизни человека на всех широтах и континентах переснято уже все с рождения до смерти. Поэтому важно найти свой язык в фотографии. Художник может многократно дописывать картину, литератор может начать свой роман с конца, а потом написать начало. У всех разные технологии, но временные рамки не ограничены. Фотограф имеет доли секунды. Либо ты сделал шедевр, либо в мусорную кучу. Для фотографа в цифровую эпоху, когда получить резкий снимок, не проблема. Важно научиться получать хорошие, настоящие фотографии. А для этого необходимо изучать искусство. А искусство – это искусство обмана. Не умеешь обманывать – нечего заниматься искусством, считает Владимир Вяткин. Сегодня фотография, по мнению Вяткина, – это самый динамично развивающийся вид творчества. Поэтому фотографу необходимо всегда быть на пике актуальности. Владимир Вяткин стал, как и Георгий Пенхасов, мостиком от некогда прогрессивной и авангардной советской фотографии, но попавшей, как и вся действительность, в кризис застоя 70-80-х годов, к актуальной мировой фотографии сегодня. Он актуализировал российскую фото-журналистику в мировом информационном поле, когда его страна уже перестала быть мировой державой. Таким образом, проложил путь для современных фото-журналистов, таких как Юрий Козырев или Сергей Пономарев, с работами которых мы также рекомендуем ознакомиться. Какие же приемы, какие особенности стиля Владимира Вяткина мы можем позаимствовать и использовать в наших фотосъемках? Чаще всего, даже снимая одиночную фотографию, Владимир Вяткин мыслит сериями, целыми циклами, подробными фотопроектами, раскрывающими идею фотографа. Мы также можем снимать фотографии для какой-то истории, для раскрытия какой-то идеи с разных сторон. В центре внимания Владимира Юрьевича всегда люди. Через своих героев он рассказывает истории, вписывая их образы в вечность. Для каждой задачи Владимир Вяткин подбирает свой арсенал технических инструментов, каждым из которых он владеет в совершенстве. Какие-то снимки сделаны на широкоугольную оптику. Но Владимир Юрьевич подчеркивает особую живописную художественность изображений, полученных на сверхдлиннофокусную оптику. Владимир Вяткин активно использует длинную выдержку, получая смаз движения, нечеткую картинку. Он снимает своих героев с проводкой, либо оставляет их резкими, размазывая движения всего окружающего. Помимо этого, фотограф использует движения камеры, как бы меняя рисунок размазанных участков изображения. Это уже приближает его в теоретическом плане к изображению музыки, которую описывал как раз Василий Кандинский. В своих снимках, в угоду фактуры картинки, в угоду ритма, световых или цветовых пятен, Владимир Вяткин может кадрировать изображение, намеренно нарушая стандартные правила кадрирования. Например, в портретах он может прибегать к нестандартной работе с пространством, либо заполнять все полностью лицом изображаемого, делая его почти неузнаваемым, либо оставлять значительные площади снимка незаполненными. Работая в рамках неопикториализма, Владимир Вяткин дописывает изображение красками. Мы также рекомендуем ознакомиться с другими материалами в сети о Владимире Вяткине. Оставайтесь на связи, товарищи.